Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комменты. Ну, в общем, вы знаете, что делать. Сегодня пробегусь по своим таким избранным watch-листам, которые я создавал на протяжении последних двух лет. Если кто помнит, я создавал именно 2 июня 2020 года, когда как раз все пандемийные страхи такие прошли. Я создал несколько watch-листов, наблюдали за ними, я рассказывал свои мысли по ним. Потом я сделал несколько watch-листов в конце октября прошлого года. Тогда состоялось такое событие, известный такой инвестор, который, в принципе, придал значение вот этому Фэнг и создал вот эту аббревиатуру Фэнг. Такой есть Джим Крамер в Америке. Он как раз-таки сказал, что Фэнг затухает и настает время мамы. В этот же момент я уже делал видео до этого по поводу того, что затухает Netflix, и я подумал, может быть, действительно так совпадает. Мы сейчас поговорим об этом, и действительно так совпало, что Фэнг посыпался гораздо больше, чем кто-либо ожидал, и причиной тому стал Netflix. Но обо всем по порядку. Давайте посмотрим watch-листы, которые ведутся именно со 2 июня 2020 года. Тогда как раз где-то в июне, в начале июня стало понятно, что все страхи и риски по поводу того, что будет конец света, наверное, преувеличены. И рынки начали такое V-образное восстановление. И, в принципе, если посмотреть до сих пор, до сегодняшнего момента, рынки показывают неплохую доходность. Как бы то странно ни звучало, но тот же самый SAP 500 со 2 июня набирает 27%. И здесь, естественно, просто такой ETF, ну, watch-лист на ETF, и поэтому 27% за 2 года – это не так уж плохо. И побивает даже среднюю такую статистическую доходность за последние, там, несколько десятков лет по среднему рынку. Это не считая даже доходности по дивидендам, которые у SAP 500, именно индекса SPY, тоже есть. Поэтому это неплохо. И то, что сейчас происходит коррекция, вполне закономерная, поскольку такая большая доходность не может продолжаться. К тому же ставки повышаются. И, соответственно, yield, да, то есть доходность по тому же самому SAP 500, должна как-то коррелироваться с тем yield, который представляет собой те же самые Treasuries. Я об этом тоже неоднократно говорил. Поэтому сейчас снижение идет по рынкам, по среднему рынку и вообще по многим каким-то активам. Это вполне закономерная вещь, и здесь ничего удивительного нет. Как бы то ни было, со 2 июня 27%. Если мы возьмем вот те индексы, которые я составлял, называл BIG17 и BIG13, здесь собраны либо 17, либо 13 бизнесов, как раз-таки самых лучших из списка SAP 500. И они показывают большую доходность, чем тот же самый SAP 500. Я об этом неоднократно говорил. Почему? Потому что чем больше вы диверсифицируетесь, тем больше вы действительно будете приближаться по доходности к индексу SAP 500, к среднему рынку. Чем меньше вы диверсифицируетесь, это видно на примере, допустим, BIG13, где BIG13 – это 13 самых крупнейших компаний из списка SAP 500. И они показывают неплохую доходность за все время. И действительно, это тоже говорит о том, что если вы хотите побивать средние рынки, правило номер один – вам надо обязательно уменьшить свою диверсификацию. Вы не сможете побивать, ну, если вы только не Питер Линч, естественно, не гений, у вас нету связей в тысячу сразу компаний, прямые линии CEO, то, скорее всего, вы не сможете быть впереди среднего рынка, если вы набиваете свой портфель на 50-60 акций. Вполне вероятно, что вы просто либо скатитесь к средней доходности рынка, либо вы будете ползти вообще за рынком. Мой любимый ETF, MGK, который я неоднократно говорил, уже обсуждал на этом канале, с июня 2020 года набирает меньше, чем средний рынок доходности – 22%. Здесь нет ничего удивительного, поскольку до этого MGK побивал средний рынок, и отрезок 2 года – это, в принципе, еще меньше отрезок, чем среднесрочный такой отрезок 3-5 лет. Поэтому мы, возможно, увидим при отскоке общего рынка MGK опередит, опять-таки, SAP 500, так, как он и делал, поскольку в этом индексе действительно собраны классные, первоклассные 100 американских бизнесов, на которые я бы без сомнения ставил свои инвестиции, можно практически любую компанию из этого списка брать и рассматривать. Это очень классный ETF для тех, кто хочет именно заняться стокпикингом. Я бы советовал обратить большое внимание на состав MGK. И FANG. FANG хоть ненамного, но, в принципе, обгоняет буквально на полпроцента SAP 500 со 2 июня. Он бы обогнал больше, если бы FANG не входил в Netflix. И Netflix, конечно, просел конкретно. Он еще больше просел за последние полгода. Но даже если мы посмотрим уровни 2020 года, то Netflix с этих уровней даже потерял почти 60%. И из-за Netflix как раз-таки вся картина FANG, она попортилась. Теперь возьмем список вот этот вот октябрьских watch-листов. Все в красном, неудивительно, все корректировалось с 1 января. В принципе, за последние полгода рынки корректировались. Коррекция ожидаемая. Она не такая уж прям бушующая, как вполне кто-то себе мог представлять. Впереди, возможно, рецессия, возможно, это еще снизит рынки. Но, как бы то ни было, мы видим, что SAP 500 проселся с конца октября 2021 года на 15%. Фэнг тот же самый просел на 33%. Естественно, неудивительно, поскольку некоторые компании скорректировались очень сильно. В тот же самый Netflix и Meta скорректировались очень сильно. Amazon немного удивляет, 30% потерял. Но я думаю, что это временно и временное явление. Я думаю, что Amazon будет расти в долгосрочной перспективе. Сейчас он просто скорректировался со всеми, в принципе, рынками. Мультипликаторы, конечно, большие. Если у Apple есть и хороший мультипликатор, и дивидендная доходность, то у Amazon, естественно, кроме сплита за последнее время никаких таких примочек или фишек для инвесторов особо не было. Я думаю, что все еще впереди. Первый сигнал, естественно, был сплит, который не мог не порадовать инвесторов. Инвесторов, наконец-то, какое-то движение в сторону инвесторов, именно таких вот частных инвесторов. FANG потерял, как я уже сказал, больше всех, 33%. MGK скорректировался больше, чем SPY. Неудивительно, поскольку MGK более волатильный ETF. Он будет корректироваться больше и ниже, чем SPY. Но когда рынки будут расти, он, естественно, будет опережать доходность SPY, поскольку меньшая диверсикация и качество тех акций, которые отобраны в MGK, это прям сливки всего американского бизнеса, всей американской экономики, на мой взгляд. Еще таких два интересных watch-листа, которые я добавил с 12 октября. И здесь я хочу просто такое отметить, опять-таки, условия по диверсификации. И, если кто помнит, я делал видео по тому, как можно выбрать случайным образом несколько компаний из того же списка SAP 500 и обгонять доходность. SAP 500 – это, в принципе, вполне вероятное дело. И мы, если посмотрим на таком даже коротком отрезке 6 месяцев SPY, то есть SAP 500 потерял 17% с 12 октября, а называется 10 random, то есть 10 таких рандомных акций с 12 октября 2021 года 12% потерял. Хоть и не в плюсе, но не просел так, как SAP 500. И поэтому вполне вероятно, что, когда рынки опять продолжат рост, то эти 10 рандомных акций вполне возможно побьют индекс. Давайте посмотрим, что здесь. Я отобрал реально просто рандомные акции, не менял ничего, в равных долях распределил, сделал такой watch-лист. И мы видим, что пару компаний, либо не так они просто сильно просели, либо вообще, в принципе, в плюсе, такие как MGN и Emory & Corporation, они в плюсе, и это помогло индексу, вот этому индексу именно 10 рандомных акций не опуститься ниже, чем опустился SAP 500. Это говорит о том, что вы можете, в принципе, взять сейчас за скриншотить этот портфель и уже себе составить без особых трудов, вполне нормальный, наверное, инвестиционный портфель. И главное, если вы ничего не будете менять, вполне возможно, что вы будете побивать средние рынки. Вся фишка в том, что здесь просто 10 компаний. Есть риск, конечно, такого портфеля улететь ниже, чем SAP 500, но вполне возможно, что это не произойдет. И вся фишка в том, что это всего 10 компаний, диверсификация гораздо меньше. Волатильность, соответственно, может сыграть как за вас, так и против вас. В этом случае она играет за вас, и, соответственно, волатильность этого пакета, она меньше оказалась. И посмотрим, как она будет себя вести. Это вот такая вот система, когда рынки будут действительно расти. Вот и все мысли. То есть, опять-таки, очень большой фокус на диверсификации, о котором я всегда говорю, и всегда надо помнить, если вы хотите хорошую доходность с рынка, вам обязательно надо обратить внимание на сколько у вас акций в портфеле. Если у вас 50 акций в портфеле, то надо срочно менять стратегию. Нет смысла реально покупать и забивать себе в портфеле. Можно просто взять SAP 500, тот же самый, покупать его регулярно, что, наверное, является самой лучшей стратегией на рынке для частного инвестора, когда не надо париться, вы просто покупаете ETF на средний рынок, и вполне возможно, что вы обыграете даже 80-90% профессиональных money-менеджеров. Но если вы реально идете в stock picking, то обязательно нужна такая минимальная, такая лайтовая диверсификация. Надо именно вкладывать то, что вы наиболее уверены. И даже если из 10 компаний 5 обанкротятся, 3 будут ползти со средним рынком, а 2 могут сделать вам за несколько лет несколько тысяч процентов, вполне возможно, то ваш портфель, в принципе, он побьет средний рынок. И в этом весь секрет. Поэтому 10-15 акций в портфеле, и вы видите, даже первые 13 не так сильно просели. Отличная доходность за 35% за 2 года, даже учитывая все ралли, которые были, вы нигде столько не заработали, ни в каком банке. И очень хорошо, очень хорошая доходность. Вот все, в принципе, мысли по этому watch-листу, который я хотел отобразить. И скоро сделаю еще одно видео по обзору Energy, да, то есть по рынку Energy, как вообще крупные банки видят будущее там на ближайшие 5, 10, 15, 20 лет. Обещаю, что будет очень-очень интересно. Всем пока, оставайтесь на канале и до встречи.